МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал ЮТВ Супер Афиша. Ваш портал в мир всего самого интересного, полезного и познавательного. Даже в то время, когда развлечения доступны только дома. Сегодня мы расскажем вам, как классно провести время в ближайшие выходные и в понедельник. И сегодня в выпуске концерты лучших мировых звезд, афиша для детей и нашумевший король тигров. И театры для всех возрастов, книги, лекции и, конечно же, киноафиша. И сегодня с нами в студии полезные для настроения и голоса, как Гоголь-Моголь, Лиза Воротникова. И отважный журналист и сатирик, который построил карьеру, как поются в песне, на российской стороне, на чужой планете, сербский перемяч Мирко Здравич. А в гости к нам сегодня пришел человек с рожденной интеллигентностью, лучезарной улыбкой и острым умом, душа маркетингового агентства Мартин Маркетинг и официальный представитель Sony Pictures в Уфе, Дамир Сафаров. Привет! Привет, привет, привет! Давайте начнем с афиши для детей. Тем более, что Башкирская государственная филармония на своем YouTube-канале представит сказку «Приключения Пиноккио». Ты знаком с данным произведением, Дамир, я думаю? Да, конечно, да. Тем более «Приключения Пиноккио» – это был последний фильм, который я посмотрел до закрытия всех кинотеатров. У меня появился сын! Как? Всего за один день? Какой за один день? За одно мгновение! Причем мы с моей подругой спорили, она мне уверяла, что Пиноккио написал Джанни Радари, я ей говорил, что это Карла Калоди. Поэтому это первый момент. Действительно, мне это все знакомо и в память моя еще свежа. А второй момент для меня новый, что у Башкирской государственной филармонии есть свой YouTube-канал. Да, кстати, он, между прочим, активно развивается. Они предвидели всю эту движуху, и уже до того, как это стало мейнстримом, они уже там публиковали какие-то оффлайн-концерты. Так что они большие молодцы. Кстати, одни из немногих, кто у нас в Уфе, действительно транслируют что-то. Они транслируют и вообще, знаешь, идут в ногу со временем. Мы тут недавно обсуждали то, что Башкирская государственная филармония действительно ориентирована на современного зрителя и слушателя. Уже VR скоро очкивы, там виртуальная реальность же будет. Да. Полное погружение. Понимаешь, будем любоваться на Курай. 3D. Вот такой вопрос. Буратино или Пиноккио? Не ближе к Буратино. Потому что история Пинокки, она более такая грустная, наверное. Просто есть такой один эпизод, когда, если вспомните, когда куча мальчишек уезжает на большой повозке, а потом они все проезжаются в ослов. Блин, мне в этот момент было очень грустно. А наша история Буратино, она более такая позитивная. В принципе, и Буратино, и Пиноккио, тем более сюжеты очень сильно перекликаются. И, ну, конечно, все эти произведения, у них цель одна – научить ребятишек понимать, что есть хорошее, что есть не очень в жизни, и как правильно выстраивать свои какие-то ориентиры. Мне кажется, что оба этих произведения действительно несут такую глобальную образовательную цель. И мне хочется, чтобы их действительно почаще читали, потому что история про поле чудес и страну дураков, она актуальна и по сей день. В стране болваний имеется волшебное поле. Ты выкапываешь на этом поле небольшую ямку и кладешь в нее, к примеру, один золотой цехи. Назаров, знаменитый актер по сериалу «Кухня», он тут читает. Вот как ты думаешь, он подходящий вообще для этого человек? Ну, а почему бы нет? Он профессиональный актер, поставленный голос. И я думаю, что он такой действительно уже знакомый и любимый герой, который действительно будет очень понятен детям. То есть такой взрослый, грузный дядька, который вызывает только положительные эмоции. И я думаю, что в его исполнении Пиноккио будет весьма интересно. «Приключения Пиноккио», 19 апреля, YouTube-канал «Филармония Уфа», начало в 15.00. А сайт audiobaby.ru предлагает аудиосказки для людей всех возрастов. В общем, там и русский народный, и музыкальные, и сказки Дисней, и смешарики. В общем, на любой вкус и цвет. Вот ты в детстве любил слушать аудиосказки? У тебя был такой опыт? Да, я помню, еще раньше были такие радиолы, были пластинки. И одна из любимых сказок, это было новогоднее приключение Маши, видите, да? Если не ошибаюсь. Было такое было, было. Я с ней гурочку, найдем. Царство 30, вот об этом. И еще какие-то были, помните, был такой журнал «Анатолий Кругозор» назывался, такие голубые пластинки были. То есть я активно юзал эту тему, да. Ты формат все-таки немножко потерял ведь актуальность? Мне кажется, этот вопрос нужно задать девушке, которая от тебя слева. Она мать. Она мать. Она действительно знает ответ на этот вопрос. Я не знаю. Я не женат, детей нет, зато и симпатик. Да, ну, вот, поэтому... А я сказки в основном из новостей подчерпываю. Вот Соловей разбойник по каналу «Россия», моя любимая. Я расскажу тебе сказку. Ну, я признаюсь честно, так как мы с супругом еще работаем онлайн сейчас, и сидим с двумя детьми на карантине, и мало того, что постоянно надо готовить еду, ходить в магазин, наши дети засыпают под «Доктор Хаус». Я, конечно, шучу, справедливости ради, мы им тоже читаем сказки. Вот, и младший у нас выбирает, ну, обычно какие-то книжки про машинки, вот он любит. Вот, и любимая его сказка, кстати, «Буратино». Топ-гир журналы, или что, в аудиоформате выводят какие сказки про машинки? Как вы думаете, формат, он обретет снова популярность? Я думаю, да. Особенно, когда мамы на карантине спешат переделать кучу дел, ничего не успевают, мне кажется, гораздо полезнее поставить ребенку аудиосказку, чем не ставить ничего. Говорить, давай там засыпай в своей комнате. Я пошла. Огромная коллекция сказок на сайте audiobaby.ru. Совершенно бесплатно. В онлайн-кинотеатре «Ока» можно посмотреть спектакль театра «Геликон-опера» Чацкий по мотивам, как вы сами догадываетесь, пьесы Грибоедова «Горе от ума». Поставил ее Кирилл Серебренников в 2017 году, получил за нее золотую маску. И мой вопрос к тебе, помнишь ли ты со школьной программой это произведение и посмотрел ли бы? Ну, безусловно, произведение я помню. На самом деле, я каждый раз кусаю локти, когда мимо меня проходят такие интересные постановки. Потому что помимо «Геликон-опера» и «Гоголь-центра», в который я мечтаю попасть, например, того же Кирилла Серебренникова, регулярно делал трансляции своих спектаклей. И всего каких-то совершенно разных причин я пропускал эти постановки. Поэтому, если у меня получится, я обязательно посмотрю. Потому что мне кажется, что... Ну, единственное, конечно, это надо смотреть не на экране, там, ноутбук или компьютер. Все-таки нужно, чтобы был какой-нибудь телек со смарт-ТВ или что-то в этом роде. Потому что, ну, должен быть какой-то объем. Браво «Геликон», браво «Оркестр», браво «Постановочная часть». Кирилл Серебренников, он тебе знаком в качестве кого? Может быть, кино смотрел ты его? Кирилл Серебренников мне знаком в первую очередь в контексте человека, который первый познал, что такое самоизоляция. Увы, да. Такой немножко черный юмор, да. Но вот, я видел очень много восторженных отзывов на его постановки. Почему я говорю, я мечтаю попасть в Гогольтеатр, и хочу увидеть, что они там такого творят, почему это самая популярная площадка в Москве. Будем надеяться, что самоизоляция рано или поздно закончится, и ты попадешь туда лично. Ну, а пока можешь посмотреть в онлайн-кинотеатре «Ока». Чаацкий, онлайн-кинотеатр «Ока» бесплатно при регистрации. Перейдем к музыке. 18 апреля состоится большой концерт в поддержку борьбы с коронавирусом «One World Together at Home». В нем примут участие такие мировые звезды, вы сейчас просто умрете. Во-первых, это Элтон Джон, Пол Маккартни, Стиви Уандер, Крис Мартин, Билли Айлиш, Эдди Уэддер, Джон Ленджон и многие другие. Че участие больше всего тебя радует? И как ты вот относишься к концертам в онлайн-формате? Про театры поговорили? Концерт в онлайн-формате для меня действительно это абсолютно новая такая история. Я буквально в прошлое воскресенье смотрел концерт Андрея Бачелли в соборе Дуома в Милане. Это была прямая трансляция. Я совершенно случайно узнал. Это были всего 30 минут, но это было невероятно красиво и одновременно жутко. Ну, красиво, потому что действительно я увидел этот собор Дуома, я увидел это действительно, обстановка была просто невероятная. А жутко, собор был пустой. Потом Андрея Бачелли вышел на площадь перед собором, и площадь была пустая. Ни одного человека, ни души, кроме, наверное, операторов, которые все это снимали. Я не знаю, как это будет реализовано здесь, потому что список артистов, он впечатляет невероятный. Я на чьих-то концертах даже был, я даже рад, что мне удалось в 2013 году побывать на концерте Элтона Джона в Казани. Мне очень будет интересно, как это будет реализовано, потому что такие проекты, они действительно собирают огромное количество зрителей. Главное, чтобы у всех было технические возможности, позволяли из любой точки мира посмотреть это действо, потому что могут что-нибудь полететь в сети и так далее. И мне это напомнило, знаете, что? Большой такой фестиваль, Live Aid, о котором говорили даже в фильме «Багенская рапсодия», где выступали Куин и огромное количество тоже самых именитых групп. Поэтому я понимаю, что какой был масштаб там, и как это будет интересно реализовано здесь. Вопрос еще вот какой. Смотрите, любое шоу – это не только артист. Это еще обмен энергиями со зрителями, с публикой, как зал реагирует, какой здесь будет зал, кто там будет, и насколько это будет, насколько будет артистам комфортно петь. Мне кажется, что их профессиональная деятельность уже настолько велика. Ну, безусловно, но очень часто артисты, кстати, кичатся тем, что пусть ходит один человек в зале, я буду петь. Такие артисты, они не привыкли к пустым залам. Вот, вот, они не привыкли, безусловно. Это такие звезды, которые делают невероятный шоу. Каждый из этих артистов. «One World Together at Home». 18 апреля YouTube-канал Global Citizen начало в 19.00. Кстати, артисты уже собрали 35 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Продолжаем музыкальную тему. В онлайн-канатеатре «Иви» можно будет посмотреть документальный фильм о выдающейся певице Эми Вайнхаус, чья жизнь оборвалась в 2011 году. За свою короткую жизнь она умудрила завоевать сердца, ну, миллионов своих фанатов. И, кстати, оба ее альбома входят в список лучших пластинок нового века. Нравится ли тебе ее музыка? Знакомлю ли ты с ее творчеством? Не могу сказать, что я действительно являюсь фанатом Эми Вайнхаус. Безусловно, мне знакомы самые раскрученные треки, потому что это действительно невероятный образ, это невероятный вокал, невероятная подача. Кстати, я вот уже упоминал «Богемскую рапсодию», и я хочу, чтобы я полюбил фильмы Байопики. И единственное, конечно, мне очень хочется, чтобы вообще все фильмы, которые выходят про известных лиц, чтобы они не проходили какую-либо цензуру, чтобы они были именно показаны в том виде, в каком виде их задумал режиссер, или как это было на самом деле. Слушай, ну а как детям показывать такие фильмы? Вот мне кажется, про Куин достаточно так мягко сняли, что можно повести ребенка, в принципе, все понятно, но без жесткочастных. Ну там же есть возрастной границей. Можно же выпустить режиссерскую версию. Да, кстати, да. Поставить возрастной маркер, и все. Ну да, и к тому же нет таких фильмов, которые ноль плюс. То есть фильм выпускает там 16 плюс, а у нас все равно это режет. Но вы же понимаете, что каждый из этих героев, про которых снимают фильмы, и Фредди Меркьюри, и Эми Уайнхаус, и Курт Кобейн, и Элтон Джон, они все очень яркие и неоднозначные личности. Нельзя сказать, что они идеальны в плане, я не знаю, там у них высококультурное какое-то образование или там подача. Они просто такие. Они, да, они прошли через огромные какие-то жизненные перипетии, и, ну да, надо показывать это. Чтобы людям, это возвращаясь к тому же Пиноккио и Буратино, чтобы люди учились на чужих ошибках и не создавали какие-то проблемы себе. К тому же фильм про Высоцкого, кстати, ну, всем известно, да, что у него тоже были проблемы с наркотиками. Вполне все показали как бы в кино. Ну, да, говорили, ну как вот, вот, легенда, показали его наркоманам. Если честно, я об этом не думал. Я занимался как раз организацией предпоказа этого фильма. Высоцкий, спасибо, что живой. И для меня было важно, что его показали обычным человеком со своими слабостями и сильными сторонами. Ну да, мне кажется, что у нас эпоха идеальных людей вообще проходит. Идеально это мертвый. Мы, на самом деле, мы заложники культа личности. Вот как у нас пошло со времен Сталина, да, так вот и почему-то это идет и по сей день в той или иной форме. Эми, доступно по подписке Иви первые 30 дней за 1 рубль. Ну и мы подошли к главному хиту карантина, к документальному сериалу от Netflix под названием Король Тигров. Джо Шрибвогель по прозвищу Экзотик, владелец зоопарка с дикими кошками в Оклахоме. Гей Рейдник с пушкой, как он сам себя называет. Джо долгое время наслаждался жизнью и полигамией, пока на него не обратила внимания защитница животных Кэрол Баскин, которая взялась закрыть этот зоопарк. Джо попытался избавиться от Баскин и в 2019 году был осужден за организацию заказного убийства и жестокое обращение с животными. Любишь ли ты такого рода документалки и как тебе вообще вот... В общем говоря, о такого рода документалках, хочу сказать, что у него бешеные рейтинги, у этого документального сериала бешеные рейтинги. Что-то я смотрел, там 97% зрителей, по-моему, на Netflix положить отзывы. Там, наверное, еще часть защитников животных смотрела этот сериал. Ну, там смотрели, я думаю, все, потому что, ну, это беспрецедентный такой формат, что ли. Не знаю, я такого никогда не видел из документального. Вот мы уже пообщались за кадры, да, ты посмотрел какое-то количество материала. Я только начал, да, я только начал смотреть сериал. Что скажешь, твое впечатление? У меня неоднозначное впечатление сразу после первой серии, потому что ты понимаешь, что правда не может быть ни на одной из сторон. Первая ассоциация, которая у меня возникла, ну, это реально было смешно, потому что и те, и другие, организовывая зоопарки, да, зарабатывают деньги. Так же, как и наши кочующие зоопарки по стране, которые каждый год где-то в каждом городе. Для меня было неким шоком, что количество вот этих тигров в этих зоопарках превышает количество тигров, которые находятся в дикой среде. То есть, с одной стороны, ребята молодцы, они развивают популяцию. С другой стороны, ну, если честно, я бы посмотрел, я бы не сказал, что эти тигры, которые мы видим на экране, да, что они как-то там ужасно выглядят, что они худые там, и что их не докармливают и так далее, они прекрасно выглядят. Для меня это был легкий шок, ну, правда. И я, конечно, понимаю, что я читал синопсис, я понимаю, к чему все идет, какой будет сюжет у этого сериала, но я хочу именно с каждой серии проживать эту историю и смотреть, как будут развиваться события. Кто бы там что ни говорил, да, плохой это человек, хороший человек. Ну, образ жизни у него, конечно, забавный. У меня еще не сформировалось понимание, насколько он хороший, насколько он плохой. Да, он невероятно яркий персонаж, это без сомнения. То, что он находится постоянно под гнетом вот этой своей конкурентки, вот, и он постоянно ходит с пистолетом, и даже там есть такая одна фраза, где сотрудник его зоопарка говорит, я, скорее всего, я быстрее убью вас, нежели я убью тигра. Вот. Поэтому я считаю, что, ну, с тиграми-то все в порядке. Это главное, друзья. Да, так что, зоозащитники, не волнуйтесь, все там будет хорошо. А что будет с персонажами в человеческом обличии, вы можете узнать, посмотрев эту документалку. Я думаю, что это того стоит, точно вас она не оставит равнодушными. Король тигров доступно по подписке Netflix 9 евро 99 центов в месяц. Мы каждый выпуск советуем вам интересные книги и лекции. И сегодня мы вам рекомендуем графический роман Арта Шпигельмана под названием «Маус», удостойный Пульцерской премии в 92-м году. В общем, сюжет посвящен отцу писателя, который пережил Холокост. В общем, такое неоднозначное произведение, где немцы представлены в образе кошек, там, поляки в образе свиней. Читал ли ты это произведение, знаком ли ты с ним? Эта книжка стоит у меня на полке, и я почему-то немножко оттягиваю вот этот момент прочтения. Вообще вся история связана с Холокостом, Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Она почему-то меня очень интересует. Я не знаю, почему я даже настолько был погружен во все это, что я поставился обязательным пунктом посещения, например, Еврейского музея в Москве. Я был в Иерусалиме в музее Яд Вашем. Я посмотрел практически, наверное, все фильмы, которые были на эту тему. То есть это был и пианист, и мальчик в полосатой пижаме, и «Жизнь прекрасна» и так далее. То есть это огромное количество фильмов. Почему-то я еще не могу собраться силами, чтобы действительно изучить эту историю, посмотреть, пережить эту историю именно в контексте комикса. Может быть, у меня другое восприятие визуальное, например. Вот насчет восприятия, кстати, интересный момент. Насколько я помню, Московский дом книги, он забраковал, в общем, продажу именно этого произведения, посчитав, что такую тему нельзя обсуждать в контексте такого графического романа, комикса, да? Да, еще вот правильно подсказывает режиссер со свастикой на обложке, к тому же. Ну, как ты думаешь, можно такую тему подавать с помощью мышек, кошек, свинюшек? Мне кажется, мы настолько затабуировали свою жизнь, мы настолько много поставили этих печати совершенно секретно, что вот эта внутренняя цензура, она не дает нам по-другому взглянуть на события вчерашнего дня, посмотреть, как это может быть в будущем. И я считаю, что такой подход абсолютно неприемлем, потому что, ну, само произведение, как я уже понимаю, я уже изучил и посмотрел, ну, отзывы на это произведение, я понимаю, что ничего крамольного, ну, в этом нет. Ну, это действительно, тогда можно запретить любой... Вот, давайте вспомним, у нас любое кино, которое мы выдвигаем на «Оскар», что-нибудь про войну. И сколько раз там появляются, я не знаю, немцы со свастикой и так далее, давайте будем все затирать, давайте будем все скрывать. Но если мы подходим, то давайте не будем делить там на серые, да, просто у нас черные и белые. Вот, поэтому я считаю, что такой подход неприемлем. То есть, действительно, у людей должен быть действительно выбор. Я не призываю читать «Майнкапф». Я считаю, что в данном случае именно претензии в адрес данного произведения мы взгляд неприемлемы. Арч Пигельман Маус можно заказать на Озоне за 825 рублей. Русская служба BBC News представляет подкаст-сериал «8 историй из 90-х». В каждом выпуске есть главный герой, а также комментарии экспертов и известных людей из 90-х, естественно. Например, в эпизоде «Рыночное отношение», который рассказывает о зарождении рыночной торговли, бандитских разборках и молодых энтузиастов того времени, задействованы торговец вещевого рынка в Лужниках Владимир, Егор Гайдар, в то время министр экономики и финансов, экономист Владимир Титов, бывший директор Лужников Алешин, журналист Центра управления расследованием Сергей Конев. Какими тебе запомнились 90-е? И было бы ли тебе интересен данный подкаст-сериал? У нас вообще сейчас какой-то возврат в 90-е, если посмотрите, особенно вот... В плане творчества имеешь в виду? В плане творчества, в плане решений. Ютуб живет теми же заставками, которыми жил телевидение в 90-е. Поэтому я не могу сказать, что для меня, в отличие от моих родителей, наверное, для меня 90-е это был достаточно яркий период в моей жизни, потому что я понял, что мне не было 13 лет, там, в 96-м году, да, и я понял, что мне очень нравится, там, телевидение, мне захотелось, там, выступать в школе или еще что-то. Для меня в 90-е это период моего такого творческого начала. У тебя есть какая-нибудь история, кстати, из 90-х? Что-нибудь с помощью детства такое? Ну, в 95-м году я впервые вышел на экраны городского телеканала. Ого, как это, кстати, было? Можешь рассказывать? У нас была городская телестудия, называлась она «Фараон», это было в Ишимбай, базировались мы во дворце пионеров, и я вот как раз тогда понял, что я хочу работать в средствах массовой информации, что мне все это близко, что мне все это интересно. Я прошел кастинг, и это был август 95-го года, и вышла такая первая программа, то есть там, на самом деле, было все очень просто. Мальчик, девочка ввели какую-то там шапку, ну, начало программы, финал программы, и между делом были какие-то там такие американские программы с переводом на русский язык. Вот, и для меня это действительно было событие, потому что у меня тут была отличная погода, все тусили во дворе, но меня ничего не интересовало, потому что я бежал домой смотреть себя по телевизору. Мы надеемся, что после записи этой передачи ты снова побежишь к телевизору, смотреть себя в эфире. Ну, а об остальных восьми историях вы можете, конечно, послушать в подкасте. Восемь историй из девяностых доступны на российском сайте BBC бесплатно. И напоследок киноафиша. И поскольку наш гость представитель компании Sony, то посоветуем вам фильмы из их каталога. Ну, конечно же, не можем не включить туда фильм, который называется «Человек-паук. Через вселенные». По версии премии «Оскар» лучший малипликационный фильм 2019 года. Для меня и, наверное, для действительно многих фанатов «Человек-паука» это было вообще нечто какое-то свежее дыхание в этой истории. И я просто смотрел и кайфовал от того, какая была крутая графика, крутая музыка. Вот так сколько он полтора часа идет, он пролетал на одном дыхании. Это действительно настолько было круто. Единственное, что меня немножко... Я не понял этого прикола. Сборы были, ну, достаточно скромные, наверное, для истории «Подчеловек-паука». Да, что очень странно, кстати. Для меня это тоже вообще один из любимых мультфильмов. Если не видели, вот просто обязательно посмотрите. Меня зовут Майлз Моралес. Единственный в своем роде человек-паук. По крайней мере, так я думал. Да, и сними покрывало. А по-моему, круто. У «Паучка» нет плаща. Так, ты готов? Эй, паучки! Так, а ты кто? Ягвен Стейси. Из другого измерения. Сколько же тут людей-пауков? Привет, парни. Приветик. Все так запуталось, что дальше некуда. Нет, есть куда. И арт-хаусный хит прошлого года. Эротическая драма с Александром Палем, которая называется «Верность». Смотрели ли вы это кино? Да. Безусловно. Что можете сказать? Очень откровенное, очень женское кино, которое, наверное, не оставляет равнодушных. Потому что так или иначе, как мне кажется, благодаря различным платформам, типа Портхаба, люди очень сильно расслабились. И они понимают, они уже не, так сказать, они делают то, что не хотят. И вот в данном случае, вот она главная героиня, как мне кажется, будучи в той ситуации, в которой она попала, она просто снялась все барьеры. Угу. И... Пустилась во все тяжкие. У тебя роман? И прекрасный музыкальный фильм «Ограбление», который называется «Малыш на драйве». Его вы тоже смотрели? Безусловно. Это был такой тихий хит, что удивительно. Да, когда картина вышла, то есть никто не предполагал, что она настолько круто зайдет, что у нее будет огромное количество фанатов, и что саундтрек из этого фильма, он будет жить какой-то своей отдельной жизнью. Вот, если честно, я понимаю, что меня это не особо красит, и я не могу вспомнить именно всех героев наших фильмов, вот, но вот этот парень в одночасье остался к символам, как мне кажется. Потому что столько восторженных девичьих откликов было на его роль, на него самого, вот, и это было действительно очень круто. Что происходит? Да ты на Оскара набрехал! И семейные фэнтези-ужастики с Джеком Блэком по книжкам Эрол Стайна, ну, таким детским Стивеном Кингом. Я провел два предпремьерных показа этого фильма, и, если честно, действительно, такая была немножко, даже, можно сказать, свежая история в контексте засилия всевозможных комиксов, потому что, с одной стороны, немножко такое, как мне кажется, олдскульное кино. С другой стороны, это было достаточно легкое, интересное, именно семейное кино, которых, ну, в последнее время не так много семейных картин, которые могут собрать изо всех членов семьи. Вы можете пойти в кинотеатр, посмотреть, и вы не будете думать ни про какие возрастные маркеры, и не будете закрывать лицо ребенку. Дамир, огромное спасибо, что он нас сегодня посетил. Мы вспоминали и в 90-е, вспоминали и посмеялись, и погрузились в какие-то приятные воспоминания. Огромное тебе спасибо, удачи. Спасибо, что позвали, действительно, было очень интересно. А, за финалочку, огромное спасибо человеку, который часто находится за кадром. Дорогие друзья, если вы обладаете какой-либо информацией об интересном событии, онлайн-курсах или книгах, то обязательно пишите нам в WhatsApp или в Telegram на номер 8, 987-046-5454, и мы обязательно расскажем о них. Ну что ж, надеюсь, что вы получили исчерпывающие рекомендации о том, как хорошо провести время в Уфе или у себя дома. Ну а что, с вами была Супер Афиша, проводите время хорошо, где бы вы не были. Пока-пока. И у себя сидит дома, переводит доллары на рубли.